И всем привет, вы на канале Акстар. Паш, ну, время уже, у меня через минуту занятие, ну пусти уже. Блин, подожди немного, сейчас я быстро скажу. В общем, сегодня, притворяясь новичком, с преподавателями новый уровень. И давненько у нас не было видео с преподами, и обычно мы в них разыгрываем гитару, и сегодня не исключение. Подписка, лайк и интересный комментарий, и ты участвуешь в розыгрыше трёх гитар Yamaha C40. Итоги ровно через неделю, как всегда, в моём инстаграм Акстар.мьюзик. А самые крутые комментарии попадут в следующий час, притворяясь новичком, которая, кстати, уже готова и выйдет сразу же, как только на этом видео наберётся. А там просто пушка. Паша, ну время уже, но мне заниматься надо. Ребят, а можно потише? А, я же за таблетками шёл. Ну, расскажи, почему ты к нам обратился, и почему вообще захотел обладать этим инструментом? Ну, просто, ну, нравится, как гитара звучит, и я в целом уже занимался гитарой, то есть у меня был преподаватель. Вот, и хочу... Ну, был, говоришь, так, ага. Хочу, ну, сыграть, чтобы маме понравилось. Хорошо, я тебя понял. А этот преподаватель, он был в какой-то музыкальной школе? Ты что-то оканчивал или так во дворе вы играли? Я... Ну, он недолго меня учил, это там было в детском лагере. А, понятно. Давай, бери гитару, посмотрим сразу тогда. Я не вижу отсюда это что? Гитара. Фирму мне скажи, пожалуйста. Я понимаю. А, батон руш. Посмотри внутрь, посмотри внутрь. Батон роги. Окей. Понял, понял. Да, мне это уже нравится. Хорошо, ну, бери гитару, давай что-нибудь примитивное. Просто возьми гитару. Взял. А, это ты уже взял ее, да? Ты мне не показываешь, что ты ее уже взял. То есть вот так вот тебя учили держать и там. Да, мне... Ну, как мне так удобно. Ага. Твоя левая рука где находится? Здесь. Ага. Локоть прижат у тебя, верно? Ты вот такой культяпкой, ты не сможешь долго играть. Тебя хватит минут на три, потом тебя сведет вплоть до шеи. А тебе кажется, что уже свело, тебя перекосомочило, так что страшно смотреть. Как прямо. Не, просто мне так учили за гитарой сидеть. Мне так удобнее. Играть какие-то действительно качественные, сложные вещи тебе нужно сесть нормально. Да? Поэтому возьми гитарку, возьми ее внутреннюю часть. Вот это, приложи вот сюда вот к груди и сядь прямо. Гитарку между ног положи. Да, у меня тут выемка и вот этого. Да, между ног. Вот, хорошо. Удобнее стало держать, нет? Так если я отпущу, она упадет. Так ты прижми ее, у тебя зачем? Пусть положит. Я прижал. Вот это вот, сейчас, предплечье. Хорошо, предплечье положи. Ладно. Ладно. А мне просто вот так вот удобно. Ну, меня преподаватель вот так вот научил, и мне так в целом комфортно. Тебе так в целом комфортно? Ты так не сыграешь ничего. Ну, ты так не сыграешь ничего. Я не знаю, кто тебя учил, но ты можешь смело бросить в этого человека камень. Ну, у меня вот так вот левая рука, это нормально, мне говорили, что вот так, ну, как бы удобно. У тебя растяжки никакой, ты здесь зажмешь хорошо, вот так, две струны. Тогда ты располагаешь перпендикулярно пальцы твои. Так не смогу сыграть, да? А так ты не сыграешь ни хрена, простите. Я понял, то есть нужно разворачивать руку. Разворачивай руку. А можно я сыграю вот как, ну, вот как меня учили? Может быть нормально? А, как тебя учили в твоем положении. Хорошо, попробуй. Назови мне с труа, что это будет. Это... Careless Whisper. Ладно, давай, я тебя очень внимательно послушаю. Угу. В детском лагере, говоришь, учился, да? Ну да. Скажи человеку, который тебя учил, что он... Я не знаю, что ему скажи. Руку ему пожми. Хорошо. Потому что это было хорошо. Так, вот так вот можно играть, да? Друг мой, играй как тебе удобно вообще, ни на кого не обращая внимания. Хорошо, спасибо. Вот. Ну, слушай, конечно. Ну, вот так вот. Привет! Ты что, помощник? Помощник? Я просто решил завести себе помощника, а какого именно на Бусти рассказал. Короче, на днях я создал себе аккаунт на Бусти. Это сервис, который помогает авторам делиться эксклюзивным контентом взамен на какую-то финансовую поддержку. Подпиской на мой Бусти вы поддерживаете меня, ну а я стараюсь быть еще ближе к вам. Например, на первом уровне вы вступаете в мою креативную команду и участвуете в развитии канала. Брэштормите идеи для роликов, участвуете в реально полезных голосованиях и заглядываете за кулисы съемок. Именно на Бусти я буду выкладывать бэкстейджи и всякие интересные смешные моменты. А уже на втором уровне вы оказываете мне реальную поддержку, что безумно приятно и действительно многое для меня значит. Ведь не секрет, что многие не любят рекламу, но также многие понимают, что без нее невозможно содержать большую команду и делать действительно качественный контент. Бусти здесь для того, чтобы поменять игру и слезть в зависимости от рекламодателя и больше отдаться творчеству. Ну а я конечно же буду отвечать вам взаимностью и на этом уровне буду проводить индивидуальные розыгрыши с призами и приглашать самых активных и увлеченных на съемку. На Бусти можно создавать сборы на определенные цели и кое-что я уже нацелил, уверен вы оцените. Покажу на секундочку. Все, чтобы узнать, что за цель, переходите по ссылочке и смотрите. И ребята, это конечно же сугубо добровольная поддержка, если вам интересны эксклюзивные приколы и я, то добро пожаловать. А если вы и сами создаете контент и хотите делиться эксклюзивами с публикой, то я уверен, что вы зацените Бусти. Тут самая низкая комиссия, всего 7%, нет НДС для подписчиков, а также русскоязычная поддержка, которая 24 на 7 на связи. В общем, Оксарик, это прям мой рекомендацион. Ссылочка на мой аккаунт в описании под роликом, ну а мы продолжаем. А, то есть у вас какой-то навык уже есть, да? Я правильно понял? Ну, вниз могу провести. А, ну попробуйте. Нормально? Пускай останется пока так. Начнем с самого простого элементарного аккорда. Называется он АМ. Так. Не звучит. Конечно, Павел, я же объясняю. Нужно подушечки ставить именно пальцы, скажем так, кончиками пальцев зажимать, чтобы не глушить другие струны. А так у меня не получается, так? Конечно, с первого раза может и не получиться, нужно тренироваться. То есть я сегодня ничему не научусь? Ну, ну почему же? Мы разу по ручку аккорда-то мы выучим, но всему нужна тренировка. То есть кончиками, именно вот эти, чтобы на них появились мозоли, нужно постоянно тренироваться. А зачем мне там мозоли? Мозоли нужны для того, чтобы пальцы не болели. Чтобы крепче зажимать струны. Понятно? Ну, понял. Извините, а вот хочу играть, ну, очень круто. Так, чтобы на следующей неделе удивить, как бы, там мероприятие будет у нас одно с друзьями. И хочу классно им всем сыграть, чтобы они, наконец-то, со мной, ну, там, общаться начали. Ну, побольше. Цель, конечно, очень интересная. И, возможно, она даже достижимая. Ну, это приятно, что у вас получится в течение недели прям так научиться хорошо играть. Я не исключаю, что через месяц получится, но через неделю это маловероятно. В общем, ребята, я решил не вскрываться прямо на этом занятии, а сделать это на следующем. Чтобы преподаватель подумал, что я научился играть за ночь. Ну, когда мы сейчас не знаем, когда у нас следующий урок будет, но я думаю, это прикольно. Так, вечер добрый, Павел. Классный прикид. Спасибо. Такой рокерский. Ага. Ну, в общем, после урока я занимался до ночи, до самого утра. Прям, ну, я замотивировался очень. И на следующий день занимался, и сегодня с утра занимался. И вроде начало нормально получаться. Так, очень интересно. Хотел бы послушать результат. Ну, я вот этот наш аккорд, который мы потом научились ставить, F. Вот этот вот. Я его на разных ладах научился играть, просто попробовал. Так. Даже звуки издаются. Да, то есть, вроде даже, ну, звучат все. Я еще и спандером позанимался. Так. Вот это ты научился за два дня. Я очень много занимался, да. Вот. В испанской игре? Да. Ну, я посмотрел бой, мы говорили про бой Высоцкого. Я там открыл сайт с боями и нашел вот этот вот испанский бой. Там что-то идет. И потом написано было сыграть быстрее, но я сыграл побыстрее немного. И меня, конечно, Павел удивил. Просто мне было скучно вот это играть. Я что-то 4 часа подряд играл, мне стало скучно. Я решил осваивать фингерстайл. Тоже, говорят, направление такое классное. Сейчас. Нет, это просто невероятно. Я, на самом деле, хочу выразить вам благодарность. Я вот, когда обращался, ну, писал вам, я не ожидал, что настолько быстро можно научиться играть на гитаре. Позавчера, считай, первый урок, и сейчас уже нормально. Ну, в общем, фингерстайл тоже круто. И вопрос, ну, чем сегодня будем заниматься? Какая-то тема. А что мы сегодня будем делать? Я не знаю. Ну, Паш, я тут вообще-то урок веду. Это для учеников Академии? Нет еще. Мы сейчас как раз у тебя в инсте обсуждаем, какие уроки им нужны. Точно. А ребят с ютуба позовем? Позовем. Ребята, все, кто хочет начать свой путь в игре на гитаре или прокачать свой уровень, переходите в инстук Паше, он там все рассказывает. Ну, ты им расскажи хотя бы про гитарное сообщество и не забудь про спикеров и бонусы. Ладно. Короче, мы с Пашей решили создать самое большое гитарное сообщество в мире. Там будет много всего интересного, но один из элементов это гитарная академия, которую я создаю уже несколько месяцев для тех, кто хочет очень круто научиться играть на гитаре даже с самого нуля. Также там будут уроки от Ярика Бро, Ромы Конограя, Тима Мацони, Валя Фокина, Никита Неделька и других секретных гостей. Обязательно подписывайтесь на инстаграм по ссылочке в описании, там все рассказывается об академии в историях. Так что следите, много классного всего грядет. Короче, изначально этот преподаватель представился как Орфеус, поэтому я написал, что меня зовут Нео. Покажи гитару. Ну, у меня есть другая, но мне это больше нравится по звуку. Это новая, да? И гитара кладется на левую ногу. Я вот догадался. И получается, что она у тебя левая нога выше, правильно? И ты можешь гитару вот так вот двигать. Вот так вот. Ага. А зачем? Это нужно. Значит, смотри. Понял. И она как бы вот прям так на коленке лежит, что она может сама держаться. Ну, так она, конечно, не будет так держаться сама. И правая рука играет. Вот видишь, розетка, да? Вот розетка. Дырка в гитаре, дырка. А, да, дырку вижу. Вот это называется розетка. А, розетка. А, ну, то есть напряжение здесь какое-то есть, или? Нет здесь напряжения, нет. Просто так называется. Понял. Ага. Мы можем с тобой называть просто дырка. Дырка, да, отлично. Теперь смотри. Ладно. Теперь у нас есть струны, да? У нас есть струны. У них тоже есть номера. У струн. Вот это первое. Я запутался. У струн номера, у ладов номера. Да. И розетка. Вокслин, главное не отвлекаться, понимаешь, Нео? Нет, не отвлекаться. Вот, смотри. Странная мысль, но ее не отогнать. Она как заноза в мозгу. Это и привело тебя ко мне. И не волноваться, потому что волноваться нечего. У тебя все отлично. У тебя сегодня день рождения? Да. Это твой счастливый день. Это хороший день. У меня вечером друзья придут. Вот. Ты думай об этом, что у тебя сегодня отличный день, понимаешь? Ух. Я с тебя ничего не требую. Ты просто играешь на гитаре для чего? Чтобы сегодня друзьям показать. Я им обещал, что я сыграю так, что у них... Они офигеют вообще. С одного раза, что ли? Ну, я им просто пообещал уже. Надо что-то сделать. Что-нибудь сделать, да. А можно я вам покажу видео, как я хочу научиться? Как я учился и хочу также научиться. Это вот не хватит. Ну, вот я тебе советую, чтобы у тебя руки не болели. Лучше гитара с нейлоновыми струнами. У меня такая есть. Ну, нормальная гитара, между прочим. Нормальная, да. Я просто не разбираюсь в них совершенно. По звуку как бы так, как будто бы лучше. Вот это вот так звучит. Нормально. Нормально, да. Ну, я сейчас тогда сыграю, как я учился здесь, на этой гитаре. Давай. На то, что непривычно. Там как бы семиструнка вроде бы. Сейчас. Так, ну я тогда сыграю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. На этой гитаре вот у меня так получается. Ты так развлекаешься. Видимо, ему не очень понравилось. Извините, пожалуйста, если вы смотрите это видео. Это была шутка. Да, я Андрюша. Ага. Я когда писал, я говорил, что хочу научиться играть, как Миша. Давай с тобой начнем с очень простых упражнений. В первой ступени по всем ладам, по всем струнам, переменным штрихом. То есть, каждую струну ты обхватываешь, ну, вот этим переменным штрихом. С медиатором же играешь? Ну, честно говоря, у меня его нет. Нет медиатора. У Миши ногти. Он как-то ногтями играет. И вот у меня тоже ноготь. Я, наверное, тоже ногтем буду, как Миша. Ну, окей, давай попробуем с ногтем. То есть, каждый палец акцентирует. Чтобы ты ни вправо, ни влево, ни напрягался, а просто вот сел, вот, и положил ее. Она у тебя уселась. Все, ты левой рукой взял за гриф. Ну, да. Но мне Миша говорил, что, как бы, посадка, вот так тоже можно. Нет, нужно ее немножко поправить. А Миша мне говорил, можно. Да кто такой Миша? Ты же ко мне обратился на урок. Я, Миша, это, сейчас позову. Здравствуйте. Я Миша. Я Андрюша. Он там. Прикалываете, что ли? Я, на самом деле, ну, типа, не понимаю. Андрюша, Миша. Мы продолжаем урок или как? Давайте. Давайте. Я тебе уже показывал это упражнение. Первого лада по всем струнам. В моем случае седьмой по первую. В моем случае я сейчас стекло по первую. И идем. Переименным штрихом. Обязательно. Окей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В плане... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это было так зло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне было так смешно. Просто я же понимаю, что ты понимаешь, что я другой человек. Что я тот же самый человек. И ты мне по-новому рассказываешь упражнение. Я... Сколько сил не стоило мне засмеяться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Четыре из пяти преподавателей меня узнают. Выкупают, что пранк даже под всем этим гримом. В общем, надеюсь, вы оцените мои старания лайком. Вот. А также, следующая часть уже готова. И выйдет сразу же, как только на этом видео наберется 66 тысяч лайков. Почему столько? Не знаю. Не забывайте про розыгрыш гитар. Трех гитар. ЕМАХ С-40. Все условия в описании. Итоги через неделю в моем инстаграме. Акстар.мьюзик. Также, я там рассказываю про гитарную академию, которую я сейчас создаю. Про гитарное сообщество. Обязательно тоже подписывайтесь, если хотите круто научиться играть на гитаре абсолютно с нуля. или прокачать свой уровень. В общем, все. Пока.